Знаете ли вы, как жила царская семья Николая Второго, при котором прекратила свое существование Российская империя? Это видео покажет, как именно жил Николай Второй и его семья, где они жили, что ели, как проводили свои будни и так далее. Я даю вам гарантию, вы будете в полном шоке. Меня зовут Семен и рубрику «Как жили» объявляю открытой. Приступаем! Для начала давайте прикинем, чем именно владела семья Романовых. Ведь поняв размах их богатства, можно понять, как они жили и на какие шиши. Сделаем, так сказать, опись имущества. Что, кстати, и сделали после отречения Николая Второго от престола. Делить имущество императорской семьи и близких к ним лиц начали в ходе февральской революции 1917 года. После отречения от престола Николая Второго, 2 марта 1917 года, все внимание новой власти, приближенных к ним, обратилось на состояние самих Романовых. Временное правительство должно было решить вопрос, как и на что финансировать царскую семью, а также определиться с тем, как управлять их капиталами и хранением национализированных ценностей. Например, вскоре после отречения царства было конфисковано драгоценностей общей стоимостью почти на 93,5 миллиона рублей. Невероятная сумма по тем временам. Потом были национализированы все императорские резиденции. Средства кабинета императора передали в Министерство финансов и были прекращены выплаты императорской семье и средств государственного казначейства. Также у Романовых отобрали две яхты, считавшихся служебными. Правда, это полярная звезда стоимостью 3,5 миллиона рублей. Впечатлявшая роскошная внутренняя отделка, которая по факту эксклюзивно использовалась матерью Николая Второго, вдовствующей императрицей Марии Федоровной. Гордостью самого Николая Второго была другая яхта, штандарт, стоимостью 5,5 миллиона рублей. Потом, согласно декрету, у Романовых изъяли не только все коронные бриллианты, но и самые известные драгоценности из коллекции императрицы Александра Федоровны, в том числе пасхальные яйца Фаберже. Всего их было около полтинника, и каждая стоила целое состояние. Многие из них сейчас оценивают в десятки миллионов долларов. Потом была национализирована романская кладовая, где хранились украшения, изделия из драгоценных и природных камней, а также мехов. Все это добро стоило более 2 миллионов рублей. Опять-таки, повторюсь, колоссальные деньги. Потом пришло время банковских счетов. На момент отречения от престола в распоряжении царя оставалось более 1 миллиона рублей. На заграничных банковских счетах Романовых также находилось около 14 миллионов рублей. Уже в июле 1922 года новое правительство, как легко догадаться, большевистское, выставило на продажу другие национализированные императорские драгоценности, общей стоимостью около 500 миллионов долларов. Сейчас это несколько миллиардов долларов как минимум. Такие вот распродажи царского богатства продолжались вплоть до 1934 года. Как можно легко понять, Романовы, семья Николая Второго в пик своего расцвета была мультимиллиардерами по современным меркам. Считается, что это была самая богатая царская семья на момент окончания своего правления. Как одевалась царская семья? Начну я с моды императрицы и дочерей Николая Второго. Все-таки традиционно в нашем обществе именно женщины имеют большее количество нарядов и разнообразных аксессуаров. Так вот, несмотря на наличие роскошных украшений с драгоценными камнями, в целом царский гардероб был довольно скромен, особенно в последние годы. И опять-таки скромен по сравнению с теми мегамиллиардами, которыми владела императорская семья. Хотя Александра Федоровна, жена Николая Второго, и уделяла внешности много внимания, она, тем не менее, крайне редко пользовалась косметикой, не любила маникюр и не завивала локоны. В общем, отличалась оригинальным взглядом на моду. Любимым ароматом царицы была белая роза парфюмерной фирмы Аткинсон. Как и в любой другой монархической стране того времени, в Российской империи платье императрицы должно было демонстрировать ее статус, и поэтому даже самое простое платье, в котором царица принимала гостей, должно было выглядеть лучше, чем платье остальных дам в комнате. И это при том, что даже в гардеробе придворных дам были платья лучше, они все равно должны были выглядеть хуже, чем императрица. Если это правило нарушалось, то такую наглость быстро пресекали. Одеться лучше императриц было достаточно легко, так как Александра Федоровна не гналась за модой, да и вообще спокойно относилась к одежде. Новомодные узкие юбки не любила, а давала предпочтение старому крою. Дома носила простые блузы и юбки. Из оттенков предпочитала голубой, светло-розовый, лиловый, сиреневый, серый и белый. Для важных выходов императрица выбирала длинные платья с широкими складками. Обувь Александра Федоровна предпочитала с длинным острым носком. Царица любила носить замшевые, остроносые туфли белого или золотого цвета, а вот атласные очень не любила. Но не все так просто в плане одежды. Спокойное отношение к одежде в характере императрицы слегка и компенсировалось любовью к разнообразным драгоценностям. Как вы уже это, наверное, могли понять. Так уж повелось, что Александра Федоровна отлично разбиралась в ювелирных украшениях. Всегда носила перстни, браслеты и усыпанные драгоценными камнями крест. Ее дочери тоже одевались скромно. Их мать росла в относительно бедной семье и поэтому учила ценить деньги своих дочерей и прививала им умение довольствоваться малым. По воспоминаниям приближенных к царской семье, княжны одевались довольно просто, но всегда со вкусом. По достижении 12-летнего возраста каждая из них получила золотой браслет, который никогда не снимала. Чаще всего девочки носили платье белого цвета, очень редко надевали золотой. Роскошные наряды в гардеробе царских дочерей имелись лишь для праздничных мероприятий. Остальная часть одежды была сдержанной. Зато царевны любили экспериментировать с ароматами. А любимой маркой стала французская фирма Коти. Татьяна выбирала карксиканский жасмин, Ольга – чайную розу, Мария – сирень, а младшая Анастасия – фиалку. Гардероб же Николая II в одном только Александровском дворце насчитывал несколько сотен единиц военной формы и гражданской одежды. Сюртуки, мундиры гвардейских и армейских полков и шинели, бурки, полушубки, рубашки и белье, изготовленные в столичной мастерской Нордштрэм, гусарский ментик и доломан, в которых Николай II был в день венчания. Принимая иностранных послов и дипломатов, царь надевал мундир того государства, откуда был посланник. Часто Николаю II приходилось переодеваться по шесть раз в день. В общем, полная противоположность жены. Где жила царская семья Романовых? Как царская семья, Романовы имели огромный список дворцов, резиденций и имений. Так вот, после 1904 года Николай II избрал место своего постоянного проживания, роскошный Александровский дворец. На месте помещений, в правом крыле, которые прежде занимала свита, появились личные покои императора и императрицы Александры Федоровны. В начале 20 века при императоре Николаю II Александровский дворец стал основной резиденцией императорской семьи и средоточением придворной жизни. Здесь принимались послы, праздновались 300-летие дома Романовых и 200-летие царского села. Во время жизни в нем царской семьи дворец претерпел ряд перестроек и усовершенствований. Именно в Александровском дворце Николай II проводил больше всего времени с семьей. А самой известной летней резиденцией, где отдыхали Николай II со своими родными, был Ливадийский дворец. Нужно сказать, что его любили все монархи Российской империи, которые имели возможность отдыхать во дворце. Здание имеет 116 отдельных помещений, один большой внутренний двор и три малых световых двора. Сюда царская семья приезжала поправлять здоровье, здесь проводились большие приемы. Это самый большой летний дворец последней царской семьи. Помимо летнего отдыха на солнце, Николай II, как и большинство аристократов, любил такой активный отдых, как охота. Царская семья имела несколько охотничьих резиденций не только в империи, но и за ее пределами. Один из таких особняков находился на северо-востоке Турции. Дача Николая II в Карсе была построена в 1896 году, после захвата региона российской армии в ходе русско-турецкой войны. Как часто там появлялся император, неизвестно. Также Николай II любил свое имение в Дагомысе. Ласковое море смягчило зной южного лета, а в окрестных лесах дичи всегда водилось с избытком. На территории самого имения был разбит роскошный дендропарк, сохранивший до наших дней значительную часть былого великолепия. Также царь имел свой охотничный домик в поселке Красная Поляна. Возведенный в 1898 году, он долгие годы принадлежал последнему российскому императору. И, конечно же, нельзя не рассказать о полулегендарном Зимнем дворце. Зимний дворец больше связан с печальными и трагическими событиями жизни императорской семьи, однако и там представители монаршего рода успели провести много счастливых часов. Этот дворец стал домом для семьи Николая II и таковым оставался с 1905 по 1917 год. Что ела царская семья? Кто-то пишет, что Николай II был достаточно скромен в еде. Другие же историки уверяют, что царская семья постоянно лопала самые различные шикарные явства, и их стол всегда ломился от самой разнообразной еды. Впрочем, богатство и разнообразие блюд – неотъемлемый элемент придворной жизни. Поэтому есть прямо просто как народ было невозможно. Правда, представление столетней давности о том, какие блюда – деликатесы, а какие нет, сильно отличается от современных представлений. Например, чебуреки были не фастфудом, а самым настоящим царским кушанием. Иными словами, были и представления об умеренности в еде, когда дело касалось императоров. К примеру, современник Екатерины Великой писал о царице «В пище она была крайне воздержана, никогда не завтракала, за обедом не более трех или четырех блюд, умеренно кушала. Из винджи одна рюмка». Да уж, сдержанность бывает разной. Из сладкого царской семьи были свои собственные кондитеры, которые каждый день готовили для Николая II и его близких самые разнообразные сладости. Кондитеры отвечали за фрукты и ягоды, лимонады, шоколад, сдобную выпечку, мороженое, пироги, куличи, калачи, печенье, варенье, пунш и так далее. А что касается алкоголя, то аж целых 14 человек в винном отделе хранили и подбирали для двора вина, водки, пиво, мед и квас. Тут часто пили Мадеру, Шато Лафит, крымские вина Рослинг, Лафит, Бордо, Такай, Траминер и другие. Конечно, имелись и хересы, сухие вина, коньяки, водки, джин и ликеры, наливки. Император любил портфейн. Ну ничего себе, любовь какая к алкоголю. Завтрак обыкновенно включал в себя в среднем пять блюд. Вот что могла представлять из себя царская трапеза. Перловый суп с соленым огурцом, морковью и горошком. Пирожки, майонез из лососины, филе говядины по-английски с картофелем, котлеты из цыплят, груши в хересе, пирог с начинкой из сладко-рисовой каши и брусникой с сахаром. Не знаю, как у вас, а у меня аж слюнки потекли, ей что-то резко захотелось есть. Обед мог быть таким. Суп с солянкой из рыбы, растягай, судак, жаркое, салат, крем, ваниль. Но также важно знать, что порции еды были умеренными. И несмотря на такой богатый стол, царская семья умела обходиться небольшим количеством употребляемой еды. Как развлекалась царская семья Николая II? Николай II любил активный отдых и подсадил на этот отдых всю свою семью. Он обожал велосипедные прогулки, как и многие члены его семьи. Приобретенные велосипеды для дочерей Николая II были построены специально под девочек. Например, они имели закрытые цепи, чтобы во время езды на них не запуталась нижняя юбка. Цесаревич Алексея катали на специальном коляске. Он болел гемофилией и любая царапина могла привести к смерти. Поэтому лично за руль велосипеда его не пускали. Также императорская семья очень любила играть в теннис, который стал популярным среди аристократов еще в 70-х годах 19 века. Как любой аристократ Николай II любил охоту. Например, согласно записям, только за 1900 год Николаем II было убито невероятное количество зубров, 41 зверь. Также царская семья очень любила греблю на байдарках и купания в прудах, купальнях, Черном море и Финском заливе. Еще царская семья любила прогулки на своих шикарных яхтах и езду на автомобилях, которых в распоряжении царской семьи было несколько десятков. Ну и куда же без баллов, таких популярных среди аристократии? Ну вот, такая вот была жизнь царской семьи Николая II. Как вы считаете, это нормально, когда глава государства так жил или же нет? Напишите об этом в комментариях и увидимся в следующем выпуске. Пока!